1991 год. СССР доживает последние дни. На знаменитый телеконкурс, самую популярную программу страны «Утренняя звезда», приезжают молодые, малоизвестные брейкеры из Харькова. Никакого артистического пафоса или столичного лоска, некоторая инфантильность и провинциальная угрюмость. Но уже первое появление группы Турбо на сцене производит ни с чем не сравнимый эффект. Родились новые звезды, мало того, родился новый жанр. Один из свидетелей триумфа, скромно сидящий в зале многолетний руководитель группы Дмитрий Палкин, не мог в полной мере разделить успех друзей. Уже несколько лет, как он ушел из Турбо. Однако, перешагнув через переживания и ревность, он сделал все возможное для этой победы. 1986 год. Разгар перестройки. В город Харьков приезжает знаменитый джазмен Алексей Козлов со своей группой «Арсенал». Неугомонный новатор и нон-конформист Козлов в очередной раз удивляет. Однако, на этот раз публика просто шокирована. Музыканты исполняли свой обычный электроджаз-рок, но двигались. Так двигаться человек не может. Никто такого ранее не видел и не подозревал, что такое может быть. Вместе со всеми удивительному действу внимал студент театрального факультета Дима Палкин. Он пошел на этот концерт. И когда он пришел, он увидел там Герулайтис. Он всю ночь почти не спал, он танцевал. Дима необычайно увлечен. Он понимает, что такого никогда ранее не было. Первым, на кого он выплескивает свои впечатления, становится, конечно, мама. И я зашла в ДК «Металист», зашла к Литвинову, спросила, не занимаются ли они этими танцами, которые называются «Брейк». Он говорит, да там ребята есть какие-то, что-то они там занимаются. Ну, пусть приходят. Мои ученики вели школы современных танцев, в том числе во дворце студентов. В одну из таких школ пришел мальчик, звали его Дима, фамилия у него была Палкин. Не только молодые люди. Вся страна находилась в поиске. Растерянность и вместе с тем светлое ожидание лучшего будущего. Все как будто подсели на наркотик под названием «Перемены». Каждый день должен был приносить что-то новое. И вот однажды в Усть-Надлабе был большой конгресс. Там же был конкурс бального танца. Я был членом сборной Советского Союза по бальному танцу. Начали нам показывать различного рода движения, напоминающие действия робота. Потом было понятно, что это все взято еще из акробатики. Поэтому я увидел впервые, даже научился первые функциональные действия геликоптера. И все это я привез и начал показывать своим бальникам на уроках то, что называется брейком. Еще слабый, но уже головокружительный ветер свободы увлекал всех. Свобода могла выражаться в запрещенных танцах или вызывающих поведение и внешнем виде. А помнишь блоки жвачек Риглис? Пачечка пятерка стоила. Ее многие жевали несколько дней. Если она была мятная, с ней ничего нельзя было сделать. Если она была клубничной, то можно было ее положить в сахар. Сигареты Мальбора. Человек, у которого была Мальбора, машины останавливались. После Магомаева вдруг Алена Апина, которая у нее разрез хороший, сбоку и спереди. В 80-е годы появилась такая небольшая брешь. И мы начали завозить, мы бальники в Советский Союз, современную истинную хореографию. Получилось то, что, в общем-то, на улице встретил, просто на улице увидел, как мальчишки танцуют на улице. Увидел, говорю, ребят, а чего танцуют на улице? Давайте танцевать в зале. Почему мне нужно танцевать в зале? Пригласил их туда. Дима, кажется, нашел, наконец, занятие, которому можно посвятить всего себя. Брейк-данс – это интересно, модно, круто. Это, в конце концов, соответствует его способностям. Но он же гибкий очень был. В институте уже классическим танцем занимался, уже все. А тело у него было очень подвижное. Он пластичный очень был, очень пластичный. В школе у нас, в шестой школе, та, что на Рымарской, гимназия, там выступление Палкина было. Он выступал в спортивном зале. А меня куда-то послали на какие-то работы послеучебные. Я не застал его выступление. Я только слышал от своих одноклассников, что был такой Дима Дмитрий Палкин, который так танцевал, то, что если бы ты его увидел, ты вообще с ним сравнения не идешь. Я искал этого Диму по всему городу. И хорошо его сестра училась в нашей школе. Я узнал адрес, позвонил ему, говорю, дядя Дима, можно к вам прийти на тренировку, посмотреть. Дима как бы организовал Сережа Геворкианом танцевальную группу, там организовывал. Тогда еще названия не было никакого. Они затренировались в ДК «Металлисте» у Литвинова под крылышком. У меня начался брейк-данс с фильма, с видеофильма, брейк-данс, часть первая. Для меня это было, конечно, я был в истерике, когда увидел этот фильм. Тогда еще все запрещено было, видеомагнитофоны запрещены были. За это сажали. За это посадили сразу Шияна Толика на, по-моему, 8 лет. Громкое дело было. Они смотрели антисоветский фильм «Первая кровь». Там Литвинов давал очень много информации. Они по ночам смотрели эти видики, эти кассеты. Вот почему в тайне, мама, ты не понимаешь, мама. Нас если узнают, что мы смотрим, будут большие неприятности. Первые магнитофоны были такие, жабки. Туда встрелилась кассета, его прихватывало. Если отключить электроэнергию, выключить из розетки, кассету вынуть невозможно. Она не выкусывает. Были рейды. Вот по ночному Харькову есть машина. Где-то светится окно в телевизоре. Оно же видно. Значит, что-то в него. Порноху смотрят. Или там же антисоветские шпионские фильмы. Вырубали свет в подъезде. Во всем. Люди не выкинули. Туда захотела группа. И потом включали свет, открывали с понятыми. У Сережи Геворгьяна дома мы собирались в чаечек. Там все просматривали. Все. И там все было прекрасно. Вот что-то брали оттуда. Что-то свое добавляли. Видео были запрещены. Надписи иностранные были запрещены. Все это из подполья выходило. Конечно же. Тренировались где-то в подъездах. Даже сейчас помню, как зимой в подъезде именно били в дорожке так называемый топ-рок. Из запрещенного западного танца брейк превращался в мощное культурное явление. А для молодежи становился цивилизованной альтернативой алкоголю и бессмысленным стычкам. Мне вручили грамоту от райкома комсомола, от райкома партии и районного отделения МВД о том, что введя в обучение брейк мы в течение нескольких месяцев в три раза уменьшили преступность среди молодежи в Коминтерновском районе. Милиция за мной бегала там. Проблемы были. И мама как бы там разговорит. Говорит, давайте куда-то определим человека, потому что может куда-нибудь там попасть в нехорошую компанию. Брейк-данс и наркотики, спиртное, никотин, несовместимые вещи. Брейк означает ломать. Тогда, в середине 80-х, перелом произошел в самой личности Палкина, в его образе, в глазах окружающих. Самоощущение, самооценки. Из скромного, неактивного самосозерцателя он становится безоговорочным лидером. Так вот воспитывала я его, чтобы он никогда сдачи не давал, не унижал человека. Если тебя ударят, тебе же не так больно, как унизительно. Димка, при том, что он не очень любил быть лидером, он был лидером. Он всю жизнь вещь в себе. Кошка, которая гуляла сама по себе. Он в себе. Он был не такой уж многословный. Изредка при хорошем настроении мог покурчить рожек, мог попридуриваться, подурковать. Это было. Но это не было его постоянной маской. Но мне кажется, что на него очень сильно повлияла смерть отца. Он как закрылся, он не мог этого понять. Он не мог понять, что папы нет. Творческим натуром с тонкой психической организацией сложно было проявить себя в советской школе. И все же скрытный и плохо учившийся Дима Палкин иногда обращал на себя внимание. Блока 12. За счастье было выучить отрезок. Вот если ты полностью тупой, в те наши времена, ты рассказываешь вкратце, не наизусть, да? Если ты сильно умный, ты рассказываешь какой-то на выбор отрезок. Ну, я так делал, к примеру. Палкин взял и отдубасил от начала до конца. Все учил наизусть. Все офигели. Преодолев многочисленные колебания, Дима выбирает профессию актера и в 1983 году поступает в Харьковский институт искусств, оказавшись самым молодым на курсе. То есть он какой-то был еще не совсем взрослый. То есть тогда у него еще не было той взрослости, которая появилась в курсе на третьем. Он был самый молодой на курсе. И, естественно, на него обращали внимание. Он довольно интересен собой как внешне, так и внутренне. И он был абсолютно не обделен женским вниманием. Первый курс, молодость. Сразу такое, после школы, такая свобода, общага на Алексея. Палкин переживает счастливое время. Кажется, он полностью поглощен будущей профессией. Ну, я не знаю, почему это есть в человеке или этого нет. Это как, допустим, там, дар писать стихи или музыку. Либо вот это есть в человеке, либо этого нет. Вот. Так точно органика. Вот она у него была. Закончил он блестящий институт, получил назначение в театре Шостенко, начал работать в театре. Но обстановка в театре ему не подошла. Уже вот на четвертом курсе, когда мы репетировали «Чайку» чеховскую, это один из дипломных спектаклей, он играл роль Треплева. И он тоже был, он был классен в этой роли. То есть, действительно, это осталось в памяти и у педагогов, и у младшекурсников, которые у нас бегали в массовке. И он уехал, поехал в Министерство культуры, взял открепительный, что он работать не будет, и ушел из театра. Тем временем, группа «Турбо» продолжала свое сенсационное развитие. Мы начали побеждать на международных фестивалях, начиная от Харьковского первого фестиваля по брейк-дансу в 86-м году, где мы, естественно, заняли как хозяева первое место. Потом мы поехали в Палангу, Дима нас повез. Все Дима пробивал. Диме, конечно, низкий поклон, светлая ему память, потому что человек сделал для группы невероятно много. Своим гением, своим вдохновением. Объездили всю Прибалтику, вообще весь Союз практически объездили. Везде мы выступали на фестивале. Без спонсоров, ничего, никого не было. За свой счет, да. Потом в Риге в 88-м году был международный фестиваль, на котором были актеры из ранее указанного фильма брейк-данс «Турбо» и «Озон». Они были в жюри, и они присудили нам первое место с номером «Джаз», с нашим легендарным номером. В 87-м году я занял первое место. Кстати, по Союзу, именно внизу. Мне даже жена Блохина вручала кубок там, все. Вообще было здорово. Я всех убрал. Рижан, москвичей, всех там. Рижский спортивный манеж, который вмещал еле-еле там 20 тысяч. Там был поставлен партер, все вокруг сзади были заняты места. Это была очень интересная сценография была. И там, в общем, на этом фестивале мы заняли первое место. Первое место, показав один из своих лучших номеров, который сейчас является, в общем-то, визитной карточкой. Это номер «Джаз». Вот. А Герулайте с Лешей, который тогда был присутствием на жюри, он, не забуду даже никогда, он в очках ходит. Он снял очки, у него текли слезы, он хлопал, он смеялся, он человек скромнейший. Ну, кто его знает, в общем-то, может оценить, что это за человек. Он хохотал, он не мог сдержать своих эмоций, потому что то, что он видел, он не видел, наверное, никогда. Кстати, номер этот придумал Сережа Геворкян вместе с Димой и я. Вот мы втроем вот над этим номером просто встали возле зеркала. В Витебске был такой фестиваль всемирно известный. «Белая собака» назывался фестиваль. Мы выиграли там пять первых мест в пяти номинациях пять первых мест забрали. В это время Турбо создает свое собственное особое направление, новый самобытный жанр на стыке различных стилей брейка, постановочного драматического танца и клоунады. Чудесным образом встретились таланты, эрудиция, культура, интуиция и трудолюбие нескольких ярких людей. Такие явления, как гениальный спонтанный мазок живописца логически объяснить сложно. Находясь в состоянии творческого аффекта, турбовцы вызывали у зрителей ответную эйфорию, восторг. Звезда сложилась, видно на небе, что сложился такой коллектив, из которого сейчас уже немногие, конечно, остались, но вот мы собрались все вместе опять. Идейным всегда центром, мозговым у нас, конечно, был Дима всегда. Потом «Утренняя звезда» была, потом с Пресняковым начали работать. И вот мы пришли к нему, и как сейчас помню, они сидели на первых местах после концерта, уже мы побывали у него на концерте, потом быстро переоделись в этих винегретовских костюмах, вышли на сцену. И Пресняков, когда увидел с Кристиной Арбакой, то они сидели рядом, они начали хлопать, там, сколько вы стоите, как вас зовут, знакомятся, а мы ни Бенни Менни, сколько мы стоим, мы тогда еще только комсомольские выездные концерты, там, максимум, ну и фестиваль. К этому времени Палкин уже ушел из группы. Если он чего-то уже достиг каких-то таких, вот он не мог рутину переносить, вот ему стало неинтересно. Потом начались какие-то сквоки в коллективе, что-то такое. Мы же распадались, оставались одни под крышей у Литвинова, остались, а Дима Палкин, Вова Гончаренко и Геваркян Сережа, ну, Олег Довбыш, они ушли все в 273 по келью, но создали свой коллектив и ушли туда. И у нас осталась своеобразная борьба такая, именно номер на номер, чтобы какой-то был своеобразный номер придуман под своеобразную музыку в те годы, ее было очень много, классно. Вот, и соревновались таким образом, брейкотеки тогда назывались эти встречи. У нас была тогда вот Дима, я, Олег Довбыш и Сережа Геваркян, мы ушли, оставили коллектив, там, как-то поссорились с Литвиновым, я не знаю, что там произошло. В 87-м году, отзываясь на любую достойную возможность заработать, Дима участвует в фольклорном коллективе «Сударушка». Поступило предложение организовать такой фольклорный коллектив, где фольк-шоу, танцы, концертная программа, и это было разработано исключительно на интурист. И можно сказать, это был первый коллектив, который был платный, то есть при входе в заведение люди оплачивали. Здесь он встречает свою будущую жену, эффектную ржеволосую танцовщицу Светлану. А со Светкой он познакомился именно в коллективе «Сударушка». То есть тогда состоялось это знакомство и ангел Амур их захватил моментально, мгновенно. Ну, видная девчонка, видная, видная. После свадьбы Дима и Света уезжают в Москву работать у Преснякова. Здесь Палкин испытывает первое и самое сильное в жизни разочарование. Впрочем, вряд ли эти слова могут выразить потрясение, которое ему довелось испытать. После того, как любимая жена посреди медового месяца тайно, без объяснений, ушла к администратору Владимира Преснякова-младшего Семену Дюкову. Он увидел, что есть какие-то отношения у нее и у этого мужчины. Он возмутился, а он ему говорит, ты что, это унизительно для мужчины ревновать и все. Он поверил. А на следующий день она убежала к нему. Сбежала же не от него, сбежала к главе. К страшному, толстому главе. Это ему был удар на многие-многие годы. На многие годы. Он не мог переступить через это предательство. От чего она сбежала? Это неустойчивость психики и натуры. То есть жажда денег, жажда славы. Хотя, может быть, таким творческим людям как никому нужна жена, которая поддержит и будет не просто спутницей, а будет соратником. Где-то плечом, где-то спиной, где-то стеной. Следующие годы прошли в поисках себя и лучшей жизни. Во время гастролев в Харькове Московского театра Эрато Палкин пробуется и поступает в этот проект. Поездки, выступления, веселая гастрольная жизнь, неизбежные романы. В практически женском коллективе Дима чувствовал себя прекрасно. Здесь он встретил девушку, которую не забывал потом никогда. Катя Кмит, Катя Кмит, ее дедушка, актер, который играл Петьку в фильме Чапаева. Естественно, она из такой династии. Мама Кмита известный фотохудожник, фотожурналист, фотохудожник. То есть, она из довольно творческой семьи и тут они нашли друг друга. И потом как-то была такая ситуация, когда почему-то Катя его и возревновала, устроил скандал, он повернулся и ушел. И все. И он ее любил. Он ее любил. Но ни разу не позвонил. Наступил 1991 год. Время безысходности и окончательного крушения прошлого. Странный путь, развал Союза, на улицах Москвы витает жутковатое предвкушение гражданской войны. Впрочем, жизнь продолжается и шоу Юрия Николаева «Утренняя звезда» имеет самые высокие рейтинги. После новостей, разумеется. Дима, кстати, будучи в Москве, пробил для нас конкурс с самой известной «Утреннюю звезду». Он позвонил нашему руководителю, в то время был Дмитрий Шадловский, позвонил ему и сказал, что приезжайте, давайте высылайте кассету с вашими танцами. Мы поехали, как сейчас помню, в ДК Хэмс, отсняли кассету, с нашими номерами послали ее Диме Палкину, он отнес ее Юрию Николаеву и нас пригласили. Это не москвичи, они приехали к нам из Харькова. Группа «Турбо». Сразу первый номер, который мы на «Утренней звезде» это был джаз. Сразу нам все поставили судьи, отлично. Мы выигрываем финал, показательное выступление, 19 эфиров по «Станкину» нас тогда показали. Вот, если бы не путь тогдашний в Москве в то время, в 91-м году еще, мы бы там остались, конечно, закрепились. После «Утренней звезды» уже пошли там гастроли и с Минаевым, и с Буйновым, и с Сережей Чумаков был такой. Это было невозможно просыпаться утром и смотреть на себя в телевизор 19-й раз, там уже не записывая, там выключать телевизор, отворачиваться к стенке. Победа на «Утренней звезде» – пик известности, кульминация в биографии «Турбо». Шанс, который не был использован. О чем Дима многие годы жалел и тайно переживал. Дима возвращается в Харьков и на этот раз окончательно. 90-е годы. В Харькове, как и везде, появляются первые ростки массовой культуры. Первые злачные заведения, ФМ-радиостанции и частные телеканалы. Я, честно, заработал деньги. Все эти деньги вложил в радиостанцию. Потом уже прилепились туда сложные личности. Приходили совершенно с улицы, приходили люди и говорили, вот у меня есть такая вот идея, вот я хочу делать программу. Давался оператор, давался монтажер, давалось монтажное время, давалось эфирное время. И причем еще к этому всему еще и приплачивали. Все происходит стихийно, хаотично, с налетом романтического авантюризма. Дима понимает, что находясь в Москве, он упустил время, но его голову переполняют идеи. Для начала Палкин организовывает танцевальную школу и заодно и школу моделей. Чего ж тут мелочиться, когда в Харькове ничего нет. Моей задачей входило в принципе пытаться с ними существовать дальше. Существовать с ними как преподаватель, как режиссер, как визажист, как стилист. То есть, ну, попытаться внедрить те же идеи, которые, допустим, я подчеркнул, общаясь с Распом Сардаровым. В 93-м году мы настолько были известны, что у нас первый день было тысяча человек пришло на набор. Сидел, голодал на кухне. Думал, а что это такое придумать, чтобы вот как-то уже в конце концов не травку есть, а что-то побольше там. Сначала это было просто здесь жуткое желание вылезти из какой-то нищеты. Чуть позже Дима отзывается на предложение младых продвинутых харьковских бизнесменов организовать первый в Харькове ночной клуб. Здесь, в Пеликане и позже в X-клубе Палкин реализовал невероятное количество своих идей и знаний. Все принципы работы современных ночных клубов зарождались тогда, в жутких, бандитских 94-95 годах. Мрачное. Время мрачное, время жесткое, жестокое. И тем не менее, именно тогда появилась первая вечеринка к дню Святого Валентина. Помнишь? Это были первые два клуба, которые, ну, я считал, ну, нереально крутыми. И они действительно такими и были, потому что то оборудование, которое завезли туда, там, свет этот, там, диджейский стол, никто не знал, что это такое вообще. Ну, какой диджейский стол, если до сих пор там я в том числе в маяки запихивал кассеты вместе с отвертками, чтобы они там работали нормально на вечеринках. И тут на тебе, диджейский стол с CD-проигрывателями. И мы параллельно тогда проводили выступления звезд не только в X-клубе, но еще и в концертных залах. То есть работа была грандиозная. Палкин брызжал информации и фонтанировал идеями. Первые вечеринки, флэера, рекламные ролики, работа диджеев, программы, показы мод, промоушн, прямые эфиры на радио. Палкин приобретает имидж и авторитет главного городского промоутера. самого стильного, специалиста в шоу-бизнесе и моде. Он ощущал моду, он чувствовал ее наперед. Палкин появился в каком-то совершенно невероятном прикиде. По тем временам у него были какие-то ботинки, какие-то штаны вообще. Ну, супер модный чувак какой-то. Я когда увидел его первый раз, думаю, нифига себе. Это тот самый Палкин. Блин, нифига себе. Думаю, что же я ему расскажу вообще? Чего мы будем говорить? Что я ему могу показать? Он все видел, все знает. Это нереальный гуру. Вот, собственно говоря, первое знакомство было такое, что я чуть не обосрался, если честно. В 96-м Палкин придумывает проект «Новогодний мегаданс» в Академии Говорова. Двухнедельный нон-стоп-фестиваль. Но это было настолько безумно и смело по тем временам вложение денег, что никто не знал, что получится из этого всего. Что самое интересное, Дима настолько был убедителен вообще, никто не мог отказать вообще. «Новогодний мегаданс», о котором сейчас мало кто вспоминает, стал, между прочим, образцом построения клуба нового поколения. Правильное оборудование, роль диджея и эмси, большие танцпол и сцены, выступления звезд в режиме дискотеки и многое другое. Тогда, на самом деле, это была моя первая, скажем так, режиссерско-постановочная роль в клубной, скажем так, культуре, в современной. Полностью вообще был переворот в подходе к организации программы. Ну, то есть, если говорить режиссерским языком, ни завязки, ни развития действий, ни кульминации, ничего, ты уже попадаешь в поезд какой-то такой, который уже едет на большой скорости, вот туда запрыгиваешь. Далее сразу последовали два мощнейших проекта, в которых Палкин принял участие. Это «Диско-2000» и «Центр-21». Вокруг Димы собиралась даже не сколько танцевальная вот тусовка, когда вот раньше это было, хотя я как бы в нее не вхожу, с какой с меня танцор вообще, вот, но те персонажи, которые впоследствии, все-таки Слава, Флэш, да вообще очень много, которые создавали уже некий такой культурный, клубный, современный пласт. Клубной культуры не было, потому что клубов, по сути говоря, не было. То есть это была рейп-культура, вот, которую пропагандировали немцы нам, голландцы, британцы. Вот, американцы до сих пор, я так понимаю, и не поняли, что это за культура. Ну, так или иначе. Тогда, действительно, это было, ну, каким-то прорывом, что ли. И, ну, да, двушка. Как бы это не просто была дискотека, она имела какую-то, ставила перед собой цель, это была определенная философия. Люди приходили, и, я так понимаю, пытались найти в этой совершенно, опять же таки, дурацкие и безумной программе какую-то философию. И некоторые даже находили. Сейчас трудно в это поверить, но сразу после открытия клуб Диско 2000 в парке Артема сразу приобрел статус общегородской тусовки. Самые красивые, богатые люди города, просто молодежь. Пригород. Все на одной территории. Двигались под какую-то совершенно новую странную музыку. Эти миксы, это диджей, это новая терминология, это новое построение программы, это новые танцы, новые стили, это совершенно новый подход ко всему общему. Началась моя карьера МС тогда, по сути говоря. Первый раз вышел на сцену с тобой вместе, кстати, на новогоднем Мегадансе. Ну, а продолжение уже было в двушке совершенно. Такое же примерно. Центр 21, открывшийся в 97-м году, даже московские звезды называли лучшим развлекателем центром бывшего СССР. Я даже до сих пор уверен, что по дизайну, по продуманности внутреннего пространства и по оборудованию, ну, по оборудованию он всегда стареет, конечно. А вот что касается вот этих моментов, это лучший клуб до сих пор в городе. Первые полгода работы Центра 21 после открытия необыкновенно насыщенная, невиданная ни до, ни после культурная программа. Счастья! И дай бог встретимся в 21-м веке. Впрочем, существование в те годы в полуразвалившемся в Харькове роскошного развлекательного дворца было какой-то утопией. В итоге все закончилось ничем. Прошусь приемные дети. Вообще, сыном назначь. Сыном? Сыном. Козы? Козы. Я отчим. Я, на самом деле, не люблю козу, поэтому я как отчим, я только критикую, только издеваюсь и только всячески ее хаю. Поэтому я как отчим, там, парю нерадивых детей, поэтому ты будь готов. В 97-м Палкин выступает в качестве крестного отца еще одного клубного проекта, заодно придумав для него название. Телепрограммы «Коза», которая до сих пор возбуждает зрителей ночными движениями. Сегодня нам помогает Дмитрий Палкин. Большой специалист в области клубов, в области клубного стиля, всяких всяческих клубных безобразий. Последние два года жизни Дима полностью посвятил себя школе, постановкам, молодежи. Страшно представить, сколько Палкин и Турбо наплодили в Харькове коллективов и танцоров, не считая подражателей. Весь харьковский брейк вышел отсюда. Он трудяп, он день и ночь трудился. И вот когда он нашел себя в детях, он трудился в пути лица. Танцоров выпускали мы все равно. Вот взять Руслан Живокоренцев, кактус, там, карась, Виталик. Вот, то есть Соник тоже вышел из школы, из нашей тоже, получается. Он у Димы тренировался. Поэтому, то есть мы никогда не останавливались и производили танцоров на свет. Соник, который сейчас в All Stars, это же тоже бывший ученик Дмитрия Палкина. И у него даже проект до того, как он All Stars сделал, у него был DP, проект Дмитрия Палкина. Задача, в принципе, всего нашего экскурса в историю брейк-данса в городе Харьков заключается в том, что многие молодые люди, приходящие в вашу школу, приходящие в другие школы, проповедующие это наимоднейшее направление, почему-то считают, что брейк-данс это сегодняшний модный танец, появившийся с появлением там Flying Steps или там Indorea или еще чуть раньше Music Instruction. А задача моя и с вашей и Божьей помощью попытаться объяснить все-таки определенное генеалогическое происхождение брейк-данса в городе Харькове. Сейчас, через 10 лет, после того, как не стало Димы, Тоша и Вова возродили танцевальную школу с легендарным названием Turbo. Мы решили взять за основу Димыну идею со школой, открыли школу, организовали ее здесь, на Карла Маркса 2.15. Я видел несколько команд в Киеве за последние 5 лет, которые себя называли Turbo. Никогда я им задавал вопросы, я особо не кичился, не хвастался, а когда я им задавал вопросы насчет Turbo, я понимал, что это какие-то самозванцы, какие-то сявки от танцев, которые себя называют Turbo. Палкин ушел при странных обстоятельствах, находясь в добром здравии и расположении духа. И необъяснимость причины и обстоятельства его гибели в столь молодом возрасте лишь добавляют красок к его легендарному образу. Это был как гром среди ясного неба. Я 10 лет съехал с этого дома, 10 лет я жил в другом месте. И вот купил опять квартиру в нашем же доме. Купил, делал ремонт, и иду с каким-то ящиком мусора, и Палкин рулит под подъездом. Я там, Димон, он, оу, я говорю, есть время, поболтаем? Или он мне спросил, есть ли у меня время? Я говорю, тащи сейчас нету, потому что, ну вот, ну теперь время будет валом. Потому что мы теперь опять соседи, спустя 10 лет как бы, да? Время будет, о, наговоримся. Вот это, в последний раз мы виделись. И буквально день-два, и он погиб. Вот и наговорились. Благодаря ему, я многие вещи понял, на самом деле, и начал делать их совершенно по-другому. И, то, что он был универсальным человеком с прекраснейшим чутьем стиля, современности, какого-то совершенно, при этом, интеллигентности, благородства, вот эти моменты, это очень большая редкость. Дима был очень, что касается работы, очень правильный, очень четкий, очень дисциплин, она в репетиционном зале была очень серьезная. Поэтому, там, разговоры, посторонние, хихихоньки, вот тогда ничего не было. Было все четко. Люди просто работали. Ты начинаешь с ним более глубоко общаться, ты понимаешь, какой это ребенок вообще был, при этом большой, взрослый, но ребенок в душе. он любил покоражиться, он любил повеселиться, он любил строить какие-то вообще сумасшедшие выходки. Ну, при этом, как бы, когда дело доходило до работы, там, какие-то такие вот вещи, все, Дмитрий Палкин, это, начало, очень серьезно, и многих пугало. Вообще, я не мог пять дней прийти в себя, и на похоронах я был никакой, ко мне люди подходили, здоровались, я даже не помню этих людей, помню только, как на похоронах присутствовал, по-моему, около трех тысяч человек, если не больше. Я думаю, что в историю настоящего аннерграунда, настоящего танца, брейк, Дима Палкин должен быть занесен с золотыми буквами. Редактор субтитров А.Семкин